Привет, друзья! Меня зовут Поляков Михаил, это канал Автободбор Полякова. Здесь мы, как обычно, говорим обо всем том, что помогает выбрать хороший автомобиль с пробегом. Это и диагностическое оборудование, и просто полезные советы по выбору автомобиля. Сегодня обзор диагностического сканера X-Tool Advanced AD10. Это младшая модель сканера от X-Tool. Полноценный мультимарочный сканер я обозревал совсем недавно. Ссылка будет под видео, будет в конечных заставках и, наверное, в аннотациях. То был полноценный мультимарочник с доступными марками из коробки, а это его младшая модель. Посмотрим, на что способна она. Стоит он весьма недорого. Это из дешевого сегмента ценового сканера. Сколько он стоит, я скажу в конце. Дам на него ссылку тоже под видео, если он вас заинтересует. А сейчас нам остается его только распаковать, а потом познакомимся с интерфейсом родного софта. Вот здесь есть QR-код с зашифрованной ссылкой на скачивание родного софта. Здесь перечислены функции. Если хотите, можете с ними ознакомиться. Основные функции этого сканера. Посмотрим интерфейс родной и посмотрим, работает ли этот сканер с сторонним софтом. В такой симпатичной коробочке он поставляется. Здесь пломба. Такая наклейка, которая после вскрытия, я думаю, оставит следы о том, что она вскрывалась. Работает он с телефонами на Android и iOS, о чем говорит надпись сбоку коробки. И работает он по Bluetooth. А именно Bluetooth 4.2 версия. Распакуем и перейдем непосредственно уже к интерфейсу софта и посмотрим, работает ли он с софтом сторонним. Я открываю коробку при вас. До этого я ее не открывал. Как видите, здесь такая защита от вскрытия. Я вскрыл и остались следы. И первое мое знакомство с ним. Вместе с вами я ознакомлюсь. Вот такой он небольшой. Весьма скромных размеров. На нем написано X-Tool Advancer AD10. Сейчас вот достанем из этого пластика. Количество контактов можете видеть. Он достаточно легкий. И собран достаточно хорошо подогнанной детали. Неплохой пластик. Сверху, я так понимаю, это светодиод, сигнализирующий о работе, о статусе работы его в данный момент. Остается его только подключить в OBD2 порт, скачать приложение и посмотреть, на что он способен. Кроме самого сканера в коробке также есть мануал. Юзер мануал. Вот такой вот маленький игрушечный мануальчик. На последней странице написано, как раз информация нанесена о LED индикаторе. Здесь написано, что если он моргает, то есть мигает, то Bluetooth отключен. Если он постоянно горит, значит подключен. Если выключен, то он в Sleep Mode. И, собственно, вот так вот он разворачивается. И это все, что в нем есть. На одной стороне How to use. Воткните, подключите. И, собственно, все. С другой стороны, также QR-код для скачивания приложения. Те же самые функции, которые вы видели на коробке. И его параметры. Процессор ARM Cortex-M0 OBD2 стандарт интерфейс. Bluetooth 4.2. Вот здесь вы это можете видеть. Я надеюсь. Сейчас настроится. Надеюсь, вам было видно. И поддерживаемый протокол. CanBusk, L-Line, SAE-J1580VPW, SAE-J1580PWM. 9-28 вольт. Потребление меньше вата. Температура использования минус 10, плюс 60. Температура хранения минус 40, плюс 85. Это, собственно, все, что есть в мануале. Так что осталось только скачать приложение и уже начать знакомиться с ним непосредственно. Я запускаю сканер QR-кодов. Наводим на QR-код. Вот она ссылочка на XtoolTech. Перейти на сайт. И загружаем файл АПК для скачивания. Теперь нам нужно установить это приложение. Неизвестное приложение. Блокирует установку. Настройки. Нам нужно разблокировать установку из этого источника. И попробовать установить еще раз. Приложение установлено. И мы его открываем. Разрешить. АД-10 применяется для разрешения информации о местоположении, для точного определения местоположения, создания карты для автоматического отслеживания. В общем, очень интересно. Разрешить. Разрешить. На рисунке выше показано расположение трофейсов ОБД-2. Я нахожусь сейчас в Opel Zafira. У меня ОБД-2 под центральной консолью. Сейчас мы его разместим. После запуска автомобильного двигателя не требуется устанавливать блюзовые зубы. Открывать приложение. Адвансер. Непосредственно пока не подключается автоматически. Испытать. Xtool Адвансер АД-10 уже в диагностическом порту. Я запустил двигатель, чтобы произвести соединение. И, собственно, соединение мы сейчас и попробуем произвести. Лампочка у нас светодиод горит. А если горит, это значит connected. Координаты по GPS зачем-то он снимает. И вот что мы здесь видим на приборной доске, так называемой. Hood Speedometer. 0 Приборная доска нас встречает сразу после подключения. Спидометр опять. То есть это разные виды спидометров. Температура охлаждающей жидкости. Check Engine здесь у нас горит. На приборке горит у меня ABS. Я точно знаю, что здесь есть ошибка по ABS. И еще горит чек. Мы посмотрим, что здесь за ошибка. Потом сравним этот сканер с лаунчем. Не то, чтобы мы его сравним. Вряд ли мы можем, в принципе, его сравнивать. Скорее сравнивать надо X-Tool и не Scan A30, который мы сравнивали в прошлом видео, о котором я говорил. Посмотрите его. А здесь мы просто посмотрим, сравним, какие ошибки он нашел, какие не нашел. 66% топлива осталось. В общем, это у нас приборные панели различные. Очень богато. Нагрузка двигателя. Вольтаж 14, пробег. Охлаждающая жидкость, температура, давление на входе, килопаскали. Температура на входе. Вот обороты поднимаются. выпускной поток. Так. Хорошо. Из приборной доски мы выйдем. И видим здесь средний расход, текущий расход, обороты, охлаждающая жидкость опять и меню под заголовком характеристики. Так что у нас есть непосредственно в меню. Мой автомобиль. Настройте обратные связи о нас и выбывайте. выход. Мой автомобиль. Подсказки, пожалуйста, войдите сначала. Здесь нужно зарегистрироваться. Что здесь есть еще? Настроить. Язык. Язык у нас выбран русский по умолчанию. Предупреждение о сбое. Единицы измерения. Все у нас здесь в километрах. Это нам подходит в меню есть обратная связь, а нас и выбывайте. Нам это не нужно. я слишком далеко вышел. Вернемся к характеристикам обнаружения транспортного средства. Начать сканирование. Система контроля двигателя. Вот, есть ошибка. мы видим, как проверяются различные системы. Датчик окружающей среды или системы управления питанием. Предупреждение. Детектировать две DTC. В общем, две ошибки найдены. Пожалуйста, нажмите детали DTC, чтобы проверить описание ошибки и справку по обслуживанию в системе контроля. Что это за цифры 689 items? Затрудняюсь сказать. Это не кликабельные разделы. Нажать мы здесь ничего не можем. Здесь мы можем вернуться домой или детали отказа посмотреть. И вот две ошибки. Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 1 и обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 2. Уровень отказа 2. Что за уровень отказа? Неисправность. Индикатор включения двигателя или предупреждение индикатора обслуживания двигателя, отсутствие потери мощности, жесткий запуск, нерешительность двигателя. Здесь описаны причины проблемы. Неисправная свеча, засоренная или неисправная форсунка, неисправная катушка зажигания и прочее. Предложение по ремонту и жизненный опыт. Когда происходит осечка, частота вращения двигателя будет колебаться. И то же самое есть у нас по первому и по второму цилиндру. У нас есть код ошибки. Мы можем загуглить, посмотреть, что он означает. Может быть, какие-то есть именно по Opel Zafira именно по этой ошибке, какой-то опыт использования автомобиля. Кто-то уже сталкивался с этой ошибкой и может что-то подсказать. Но именно с этой ошибки, я думаю, ничего конкретного мы не найдем, потому что пропуски зажигания могут быть по массе причин. Судя по тому, что найдены две ошибки в двигателе, в блоке двигателя, но не найдены ошибки в АБС, в блоке АБС. Я думаю, что это диагностика уровня ELM-327 только с собственным софтом. Ну, как работает софт, вы только что видели, посмотрим, сейчас еще работает ли этот сканер с другим софтом, а также посмотрим, какие протоколы доступны в этом сканере с помощью программки приложения ELM-1. Идите ELM-1. Идентификатор, он показывает, какие данного сканера доступны протоколы. Полноценная это 1.5 версия ELM или нет. Так, ну, собственно, вот здесь больше ничего нет. Мы возвращаемся домой. Приборная доска это, я понимаю, то, что мы видели изначально, мы туда случайно провалились. Приборная доска инсульт. Инсульт, конечно, не хотелось бы, но, пожалуйста, войдите сначала. Но мы попробуем авторизоваться позднее. Тест производительности. Пожалуйста, держите автомобиль остановленным. Нажмите кнопку пуск, чтобы проверить. Внизу кнопка пуск. И здесь время. Самый высокий показатель километров в час. Нагрузка на двигатель 14%. И охлаждающая жидкость температура. Я так понимаю, с этим тестом нужно разгоняться, и он замеряет время разгона до 100 или что-то в этом роде. Лидерборд. Спектакль расход топлива. это доска лидеров. Время ускорения 3 254 Sonic до 100 за 3.25 Вот так вот доска лидеров. Можно посоревноваться еще. Все американцы в топе. Расход топлива 7.8 6.9 Ну так себе так себе лидеры. И режим DIY что есть здесь у нас. Стоп кадр грузится. Мы видим абсолютное давление в впускном коллекторе. Ничего оборота двигателя, датчик скорости, опережение момента зажигания, температура всасываемого воздуха. Провалиться здесь мы никуда не можем. Ничего больше здесь нет. выходим назад. Поток данных. В потоке данных я думаю также это потоки данных из блока двигателя. И здесь совсем немного. Сколько сказать не могу. Состояние топливной системы количество кадров неисправности хранящихся в этом ЭБУ. Так а что за следующей? Следующая страница следующая выберите поток данных. В общем сначала нужно выбрать потом продолжить. Допустим допустим поток данных прервет поездку. Напряжение на датчик кислорода регулировка уровня топлива выходное напряжение. вот такой список потоков данных доступен. Я думаю это из блока двигателя также потоки данных MIL статус неисправность лампы состояние лампы MIL индикатор неисправности у нас здесь все по нулям возможно на каком другом автомобиле здесь будут другие данные тест дыма готов государство состояние лампы MIL SATSUS код ошибки да в ожидании DTS DTC нет постоянного неисправности нет мониторинг пропусков зажигания готовность к мониторингу системы это все пройдено готовность 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 мониторинг пропусков зажигания здесь ничего не кликается просто вот эту информацию мы получили зайдя сюда больше здесь ничего нет ну собственно вот мы все и посмотрели MIL статус тест дыма код код BD здесь можно ввести код ошибки чтобы найти его расшифровку я думаю это что-то вроде просто базы данных электрическая система шасси кузов автомобиля ну да давайте найдем что-нибудь в двигателе интересного зайдем в систему контроля и здесь допрос список кодов ошибок цепь управления регулятором объема топлива проваливаемся здесь код ошибки название ошибки и описание неисправности причина проблемы предложение по ремонту жизненный опыт это то что мы видели по тем ошибкам которые есть они подтягиваются из этой базы данных с этой базой данных можно работать и вручную даже если ошибок нет просто их можно поискать по коду и почитать о них что пишут производители сканера адвансер в компании X-Tool все здесь больше ничего нет я попробую зарегистрироваться авторизоваться и посмотрим что такое инсульт может быть нам это что-то даст и так я авторизован обратите внимание что при авторизации регистр символов почтового ящика имеет значение мой автомобиль я здесь могу добавить свой автомобиль теперь после того как я зарегистрировался и могу посмотреть что такое инсульт когда единичный непрерывный пробег превышает 500 метров создаются записи поездки в общем здесь создаются записи поездки тест производительности мы видели мы это все уже посмотрели есть такая софтина ELM 3027 Identifier но к сожалению подключиться к этому устройству я через эту программу не смог потому что она просто здесь не идентифицируется а выглядит это следующим образом сейчас я включил его соединиться Bluetooth и здесь просто его нету в списке но если мы зайдем в Bluetooth то здесь он появляется в редко используемых и когда мы пытаемся к нему подключиться устройство ADO10 не разрешило подключение то есть есть подозрение что работает он только с собственным софтом сейчас еще раз мы в этом убедимся то есть видите в Bluetooth он появляется то есть он как бы есть телефон в принципе видит но устройство подключаться к нему не разрешает и здесь соответственно в сопряженных устройствах он тоже не подключается что это за программка я сейчас покажу вам на примере другой ELM там я думаю с этим проблем не будет чтобы убедиться в том что он не работает с другим софтом я зайду в Play Market и скачаю CVTZ50Demo это на мой взгляд единственная полезная программа для ELM в принципе которая позволяет диагностировать вариаторы установим ее и посмотрим сможет ли он подключиться но я думаю что нет подключения выберите тип адаптера автоматом по имени спаренного устройства или вручную выбрать найти вручную например ну здесь тот же самый список почему он не скролится немножко он скролится но как будто бы не до конца но здесь этого устройства тоже нет это спаренное устройство если он отсутствует в этом списке необходимо сначала спарить его с этим устройством в настройках Bluetooth ну да о чем я и говорил но к сожалению в настройках Bluetooth спарить мы его не можем потому что устройство не дает разрешение на подключение ну наверное получается что все больше рассказать про адвансер от XTool AD10 больше нечего потому что софтинка у него достаточно небольшая по своей глубине интерфейса все что можно было показать я вам показал и давайте попробуем подключить другую ELM и посмотреть как будет работать она есть у меня две вот такие одна такая вот красивая и навороченная с кнопочкой с тремя лампочками и одна совсем простая без кнопочек и без лампочек давайте с беленькой начнем с простенькой подключим ее чисто для сравнения на ней загорается лампочка теперь мы зайдем в Bluetooth настройки и здесь мы увидели это устройство вот оно подключилось здесь наверное пин будет 1 2 3 4 и сопряжение произошло сопряжение произошло теперь мы зайдем опять в этот идентификатор ELM 327 соединимся вот он соединен идет сканирование и вот пошла проверка протоколов которые работают которые доступны в этой ELM непосредственно здесь он показывает версии ELM 327 и сколько поддерживается протоколов свойственных относящихся к этой версии то есть сколько их должно быть сканирование завершено то есть версия 1.0 32 протокола для 1.4B 2 протокола весьма не густо это эту беленькую мы отключаем подключаем черненькую с кнопочкой вот он появился подключаемся снова вводим пин по умолчанию это 1 2 3 4 или 4 0 подключение произошло теперь подключимся в программе ELM 327 Identifier вот подключилась с второго раза идет сканирование и как видите здесь совершенно другая картина совершенно другая картина то есть до версии 1.4 все протоколы поддерживаются полностью то есть вот такая существенная разница между ELM между таков хотя стоят они примерно одинаково и заранее заранее вы об этом не узнаете то есть китаец вам может написать что он поддерживает все но ну нет OBD2 говорит я ELM 327 версии 1.5 но кстати здесь почему-то в списке 1.5 нет вообще есть только 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 это все что он поддерживает теперь можно зайти в программу CVT demo и попробовать подключиться здесь мониторинг работы вариатора у нас здесь вариатора нету к сожалению ну по крайней мере он подключился что-то пытается с него считывать вот обнаружил две ошибки двигателя который нам обнаружил и XTool Advancer AD10 те же самые две ошибки двигателя я думаю по пропускам зажигания он все пытается подключить загулок управления вариатором но вряд ли ему это удастся на автомобиле с механической коробки передач в общем ситуация такова что XTool Advancer AD10 не дает к себе подключаться стороннему софту и работает он только со своим собственным поэтому ELM я отключаю и подключу как завершающий штрих Launch EasyDiax софтом X431 Pro и посмотрим какие там ошибки есть кроме тех двух ошибок двигателя по пропуску зажигания автоматический поиск 11 года Zafira B OK и Health Report осталось дождаться пока сканирование системы будет завершено я перемотаю этот момент сканирование подошло к концу и мы видим следующий перечень ошибок узел шины CAN нет связи это типичная ошибка которая просто висит мертвым грузом ошибка Cam Shaft Phasing Mechanical Reference она присутствует и ее не показал Soft X-Tool Advanced Radd10 вот они две пропусков воспламенения которые присутствуют ну если ладно узел шин нет связи это нас не очень интересует но вот эту вот ошибку он не увидел а это достаточно критично ВБС есть ошибки по неисправности датчика скорости правого переднего колеса это известная ошибка не работает датчик неисправность генератора или сообщение ЦИМ модуля рулевые колонки отсутствует связь опять это во всех блоках висит неисправность ультразвукового модуля или действительные данные ультразвукового модуля действительные данные опять ультразвукового модуля это противокражная система и неисправность ЕКУ отсутствует это ошибка историческая как видите XTool Адвансер AD10 на Алиэкспресс то есть 700 800 900 рублей ссылку на него на производителя если он вас заинтересовал я оставлю в описании но как вы видели сами достаточно ограниченные возможности он имеет показал только пропуски зажигания то есть функционал у него ELM 327 но даже полноценно как ELM 327 его использовать не получается потому что он не дает к себе подключиться чтобы использовать другой софт я бы предложил не экономить не менять его например на полноценную ELM которая может подключиться куда угодно к любому другому софту а все таки выбрать хотя бы XTool NSCAN A30 это уже более профессиональный сканер который все блоки читает из коробки там доступны все марки автомобилей ссылку на обзор и на Алиэкспресс XTool NSCAN A30 я оставлю в комментариях стоит он от 8 до 13 в зависимости от комплектации по количеству сервисных сбросов но по крайней мере это полноценный сканер которым можно что-то делать и сбрасывать и читать все блоки XTool весьма урезан ну урезан он в принципе с возможностями до возможностей ELM 327 это он и есть собственно говоря но еще и добавок не дает использовать стороннее ПО вы все видели сами больше мне добавить нечего ну кроме того чтобы попросить вас подписаться на канал впереди новые обзоры новые советы по выбору автомобиля новые части руководства кстати о руководстве как выбрать и проверить автомобиль с пробегом ссылку также на него я оставлю там все от того на что обратить внимание в объявлении как проверить двигатель коробку как проверить пробег и многое другое не забывайте про это руководство оно поможет вам выбрать автомобиль не забывайте подписаться и оставить комментарий ваша активность помогает продвижению моих видео и и это здорово увидимся в следующих видео всем пока